МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Боги эфира. Сегодня в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. Анастасия Кучинская узнала, почему в 21 веке почти не стало границей между радио и телевидением. И грянул май. В Гомеле начались празднования по случаю 72-й годовщины Великой Победы. С главными героями празднества встретилась Олеся Перова. Касается даже тех, кого не касается. В Гомельской области стартует проект по самотестированию на ВИЧ. О масштабах акции, новостям недели рассказал председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-спиду. Музыка для всех. В колледже искусств имени Соколовского прошел концерт камерного оркестра. Об этом и других культурных событиях недели в обзоре Вероники Врашилины. В ближайшие 26 минут неделя из жизни Гомельской области. Такая, какой ее увидели наши корреспонденты. Сегодня в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи. В век стремительного развития технологий их роль становится все более важной. Работа связистов и журналистов помогает объединять людей, предоставляя им свободу общения и получения информации. На протяжении месяца в нашем спецпроекте «Телекухня» мы рассказывали о том, как делают телевидение. Сегодня завершая цикл сюжетов, покажем, как работает радио. Анастасия Кучинская узнала, чем занимаются радиоведущие, пока в эфире играет музыка и почему в 21 веке граница между радио и телевидением почти не стала. История радио насчитывает более сотни лет. Его заочно хоронили, сперва с появлением телевидения, а потом и интернета. Но оно по-прежнему живее всех живых, при этом берет от конкурентов все самое лучшее. Так сегодня FM-приемник есть в любом мобильном телефоне. Про интернет-вещание уже и говорить не имеет смысла. А сейчас радио можно не только слушать, но и смотреть. Такого в Гомеле больше точно никто не делает. В новом шоу радиостанции Гомеле ФМ в студии сразу 4 диджея. Высший пилотаж. Чем больше людей у микрофона, тем сложнее организовать эфир. Параллельно в соцсетях идут опросы по обсуждаемым темам. К тому же за прямой трансляцией студии можно смотреть в интернете. Полный интерактив. У нас несколько камер сегодня на съемке. А все потому, что у нас сегодня в гостях коллеги из программы «Новости недели». Она выходит в воскресенье, выйдет в воскресенье 7 числа, 7 мая. Это будет «Беларусь 4 Гомеля», а у нас 7 мая, сообщаю всем, кто не в курсе, день профессиональный праздник, день радио и телевидения. Мы коллегам нашим передаем привет. Сегодня радио стремится к визуализации. Это, конечно, не конкуренция для ТВ, а скорее бонус для азитории. Слушателям всегда было интересно, как выглядят студии и ведущие, чем занимаются диджеи, пока играет музыка. Современные технологии позволяют это увидеть. Сейчас как раз тренды диктуют то, что надо визуализироваться и уходить в интернет. Многие радиостанции российские так сделали. Естественно, мы не собираемся отставать от них. У нас в ближайшее время также будет налажена трансляция в интернет, на сайт на наш официальный. Кстати, сайт мы тоже обновим, поэтому скоро можно будет не только слушать «Гомель-ФМ», но еще и смотреть. Новые технологии – это всегда хорошо, но остается определенная часть аудитории, которая любит старое доброе радио. Всем привет! Вы слушаете радиостанцию «Гомель-Плюс». Меня зовут Евгений Лапицкий, и в течение ближайших трех часов я буду вместе с вами. Общайтесь больше, общайтесь друг с другом, общайтесь даже с незнакомыми людьми. Просто напишите кому-нибудь привет в социальных сетях, ведь общение – это величайшая сила. «Гомель-Плюс» – пожалуй, самая душевная местная радиостанция. Золотые хиты 80-х и 90-х, проникновенные голоса, умные и полезные программы. Между слушателями и ведущими – особый контакт. На праздники поклонники радиостанции дарят любимым диджеям самодельные открытки, банки с оленями, домашние котлеты. Здесь, как говорится, своя атмосфера. Сама музыка, которая звучит в эфире нашей радиостанции, она уже сама по себе создает настроение, потому что это, во-первых, музыка ретро, во-вторых, это позитивная музыка. То есть мы стараемся избегать каких-то агрессивных музыкальных форм. Во-вторых, это замечательный коллектив. Когда ты находишься в таком коллективе, ну, быть уже не позитивным и жизнерадостным, ну, не получается. Сегодня конкуренция среди радиостанций весьма высока. Только в «Гомеле» в «ФМ-Вещании» доступны более десятка, а в интернете их сотни. Каждая станция выбирает свою нишу и находит своего слушателя. Сами радищики уверены, радио будет всегда. У него есть очень важное качество. Круглые сутки делиться хорошим настроением. При этом не важно, где вы и чем заняты. Они всегда рядом. Анастасия Кучинская, Игорь Морищенко. Специально для новостей недели. На этой неделе начались празднования по случаю 72-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Только в «Гомеле» подготовили более полусотни мероприятий. В праздновании открыли торжественные митинги и возложение цветов к братским могилам, мемориалам и памятникам героям. В субботу самым масштабным событием стал митинг с участием руководства области и города. Он прошел на аллее героев «Гомеля». 9 мая мероприятия пройдут уже по всему городу. Стартуют они акцией «Парад победителей». В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны, руководство области и города, спортсмены, творческая молодежь. Колонна проследует от площади Восстания по улице Советской до площади Труда. Завершится шествие митингом и возложением цветов к братской могиле советских воинов и подпольщиков. Далее праздник продолжится акциями, флешмобами, выставками, конкурсами патриотической песни, концертными и спортивными программами. Для их проведения задействуют более 25 площадок в самых разных уголках «Гомеля». Ярким финалом Дня Победы станут красочные фейерверки. Готовятся к празднику и участники Великой Отечественной войны. В этом году, к сожалению, немногие смогут лично побывать на параде. Но 9 мая для них по-прежнему остается главным днем в году. Алисия Перова продолжит. Тамара Адамовна Пчеленкова – женщина в «Гомеле» знаменитая, спортсменка и активистка, член многочисленных общественных объединений. А еще бывшая партизанская связная. Переданные ею сведения помогли спасти десятки человеческих жизней. Правда, в самом отряде «Дочь партизана» так ни разу и не побывала. Отец запрещал. Говорил, можешь не выдержать. Странно, странно. Неужели у них такие условия тяжелые, что он не выдержал? В общем, я не знала значения этих слов. Эти слова я только поняла тогда, когда мы были арестованы, брошены в нацистскую тюрьму, вот в «Гомеле» здесь. И при допросах и пытках вот тогда я поняла, почему отец так сказал. Смерти в тюрьме удалось избежать, но фашистские застенки оставили в памяти неизгладимое впечатление. Как только война закончилась, Тамара Пчеленкова начала готовиться к следующей. Научилась ездить на автомобиле и мотоцикле, стрелять, ходить на лыжах. Изучила азбуку Морзе. Войны не случилось, но навыки пригодились и в мирной жизни. Только-только вспоминаю все. Какая же жизнь прожита, богатая. Не прошла для меня жизнь бесцельная. Сергею Соловьеву почти 92. Кадровый военный, полковник в отставке. Накануне 9 мая вспоминает свой боевой путь. Поздравить с предстоящим праздником ветерана пришли активисты Красного Креста. Рассказывает гостям о начале военной карьеры в 42-м, когда пошел в артиллерийское училище. В 43-м был уже на фронте, а в 45-м победу встречал под Берлином. Немцы часто очень и бомбили нас, и наступали. Приходилось позиции менять уже не только вперед, а и назад. Сегодняшние школьники – последнее поколение, которое может лично пообщаться с участниками Великой Отечественной. Такие встречи для ветерана – возможность рассказать что-то важное. А для ребят – живой урок истории и патриотизма. Каждый год мы посещаем наших ветеранов с ребятами, с волонтерами Красного Креста, приносим подарки, уделяем им внимание, и, конечно же, слушаем их истории, потому что это очень важно знать, нашу историю, и ребятам интересно. И, конечно, приятно очень нашим ветеранам, когда к ним приходят и не забывают о них. Папки с многочисленными газетными статьями, спортивными грамотами, благодарностями за общественную деятельность, как свидетельство яркой жизни. Еще в прошлом году Тамара Адамовна возглавляла колонну ветеранов на праздничном шествии в Гомеле. В этом году пойти на праздник уже не позволяет здоровья. Но через три года она, 75-ю годовщину, обещает обязательно сесть за руль. Это будет особенный день. Не зря же предок меч вздымая громил непрошенных гостей от ненасытных ордма мая до интервентов всех мастей. Нам в жизни лучше нет примера, чем предков ратные дела. Крепила силу нашу вера, а верить сила помогла. Прием гостей для Сергея Михайловича хоть и утомителен, но приятен. Посетители бывают нечасто. Несколько лет назад сам нередко ходил в школы на уроки мужества. Сейчас не то здоровье. На официальные торжества по случаю Дня Победы тоже не пойдет. Тяжело. Но, как и Тамара Адамовна верит, в 75-е годовщине Победы участие примет. Слава Богу, все хорошо. Все хорошо, да. И что, еще продержимся? Да? Еще не будет. До 100 лет. Все ветераны, которых мы видим хотя бы раз в год, живое напоминание о главном подвиге нашего народа и его главной трагедии. Опыт бед и горя этих людей превышает в сотни раз самый печальный опыт любого молодого человека. Участвуя в праздничном шествии, принося цветы к братской могиле, лично поздравляя ветеранов, мы не просто отдаем дань памяти их подвигу. Мы сохраняем свою великую историю для себя и своих детей. Олеся Перова, Анастасия Кучинская, Михаил Рабков. Специально для новостей недели. Тема 1 мая на уходящей неделе также была одной из ключевых. День труда еще называет днем международной солидарности трудящихся. О том, как в Гомельской области встретили 1 мая и о других событиях недели, традиционный обзор от моих коллег. В Гомельской области 1 мая отметили проведением культурно-массовых мероприятий с участием областного совета профсоюзов, творческих коллективов предприятий и учреждений. В городе-насожем на летней эстраде Центрального парка выступили творческие коллективы, прошли викторины и развлекательные конкурсы. По уже сложившейся традиции, 1 мая в Гомеле открыли сезон фонтанов. В Лоеве Управление Следственного комитета по Гомельской области провело ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. После выноса государственного флага и флага Следственного комитета, а также штандарта славы и военной чести Лоева, новые сотрудники принесли присягу. Лучшим следователям вручили медали за безупречную службу. Еще одна оценка их деятельности – очередные офицерские звания. В рамках мероприятий к монументу славы в честь освободителей возложили цветы и венки. После минуты молчания под звуки метронома троекратно выстрелили залпы салютной группы. Гомель с пресс-туром посетили журналисты из китайской провинции Сычуань. Их родной город Чинду имеет побратимские связи с Гомелем. Иностранные гости побывали на ряде предприятий как государственной, так и частной формы собственности. В частности, они посетили один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники – завод «Гомсельмаш». Сейчас в 11 провинциях Поднебесной работает более 2500 единиц техники гомельского производителя. Кроме того, журналисты китайских СМИ побывали в цехах «Фабрик Спартак» и «Ингман Мороженое». В рамках визита в Гомель китайские журналисты встретились с руководством горосполкома Гомельского госуниверситета имени Франциска Скорины и посетили с экскурсией дворцово-парковый ансамбль. Хойники приняли эстафету республиканской акции «Здоровье женщины – здоровье нации». Ежегодное медицинское обследование обязательное для всех. В рамках акции часть этой работы взял на себя Белорусский союз женщин. Его активистки собрали команду врачей высшей категории из ведущих медицинских учреждений страны. Доктора консультировали и при необходимости выписывали направления в медучреждения республиканского уровня. Приемы длились несколько часов. К специалистам смогли попасть пациенты с редкими клиническими случаями. Гомель с благотворительным визитом посетили представители итальянской организации «Публикоассистенция» города Эмполи. Вот уже 12 лет они сотрудничают с Гомельским городским общественным объединением «Детский диабет». Организации осуществляют совместный долгосрочный проект «Валерия». В его рамках дети проходят оздоровление в Италии, а что самое важное, получают средства самоконтроля за уровнем сахара в крови. Без этого невозможна жизнь людей, больных диабетом. Ежегодная встреча представителей Гомельского объединения с итальянскими коллегами-партнерами впервые прошла в таком необычном формате. В живописное место на берегу реки Сож около 200 участников мероприятия доставил большой прогулочный теплоход. Главные гости речной экскурсии – дети, больные сахарным диабетом. В вузах Гомельской области, как, впрочем, и всей Беларуси, началась регистрация на централизованное тестирование. До 1 июня абитуриенты могут определиться с выбором предметов. В отличие от прошлых лет, в этом году зарегистрироваться можно сразу на 4 испытания. Сертификаты ЦТ будут действительны не один, а два года. Прием документов в вузы начнется в июле и в большинстве учреждений продлится до 6 августа. На уходящей неделе отметили День печати. Это профессиональный праздник тех, кто имеет отношение к появлению на свет всех видов печатной продукции – от школьных тетрадок до книг. В нашем регионе крупнейший производитель – открытое акционерное общество «Полезпечать». «Полиграфическое предприятие» выпускает более ста наименований бумажных товаров. Главное же направление деятельности – газеты. Профессиональный праздник отметили и в 24 редакциях государственных газет области. Из них 21 районная, 2 городские и 1 областная. В мае в Гомельской области стартует масштабный проект «Юнейдс» и Минздрава по самотестированию на ВИЧ. Его задача содействует раннему выявлению ВИЧ-инфицированных. Предшествовала проекту информационная компания «Касается даже тех, кого не касается». Кстати, экспресс-тесты на ВИЧ уже появились в аптечной сети. Наш регион выбран пилотным для реализации проекта неспроста. Значительная часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси живет именно в нашей области. Об этом в актуальном интервью рассказал председатель экспертного совета информационной стратегии по ВИЧ-СПИДу в Республике Беларусь Сергей Кручинин. Сергей Вячеславович, значительная часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси проживает именно в Гомельской области. Серьезная проблема? Как-то ее изменить можно? Повлиять на ситуацию? Возможно? Да. Если быть реалистом? Ну, если быть реалистом, то, конечно, не только можно, но и нужно. Человечество прошло уже достаточно много в деле борьбы с ВИЧ-инфекцией. Проходили различные способы, и принудительные, и любой другой. Не работают. Что делать? Как сделать? Ну, во-первых, соответственно, то, что предлагает Гомельская область, это скрининг, это очень хорошо. Но главное, чтобы он был добровольный, чтобы врачи объясняли, что у тебя есть возможность сдать тест на ВИЧ. Так, бесплатно. Соответственно, сдать тест на ВИЧ, получи информацию, потом сам решай, что с ней делать. Потом, естественно, для этого необходима очень хорошая информационная поддержка этого. Чтобы, ну, хорошо бы из каждого... Это вызвать доверие. Доверие, доверие. Чтобы из каждого утега это что-то было, ну, знаете, как говорят, чтобы он включил утег, и там он сразу заработал. Вот. Потому что здесь работают уже определенные информационные технологии, которые... Воздействие, технологического воздействия. Дальше, естественно, кто ответственный вообще за здоровье человека? Конечно, каждый. Конечно, сам. Сам лично. Так вот, он должен нести ответственность за свое здоровье. Сейчас ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, выпустила рекомендации о самотестировании. Рассматривает одни из самых главных эффективных способов, которые может повесить количество людей, которые будут знать свой ВИЧ-статус. Один из выходов ситуации, я знаю, что именно этому будет посвящена та самая информационная компания, которая ждет Гомельскую область. Именно Гомельскую область, которая выбрана пилотным регионом в Беларуси. Ну, легко сказать. Во-первых, с точки зрения информационной, смотрите, как красиво. Ну, условно красиво. Там, где все началось, там все и закончится. Будем надеяться. Да. Ну, то есть, по крайней мере... Остановлено будет. Да, остановлено и взято под контроль. Так. Понятно, что для этого нужны какие-то усилия и совместные усилия. Или очень хорошо, что как раз у нас в этом плане есть полный консенсус между исполнительными властями области, между позицией органов здравоохранения, позицией международных общественных организаций, позицией общественных организаций, которые работают с различными системами ВИЧ-спида. Ну, тут в данном случае, как бы, ну, средств массовой информации, наконец. Система работает. Как она должна сработать в этом плане? Система еще не работает. Система готова, чтобы начать работать. Давайте вот с этого начнем. Как она должна сработать, чтобы экспресс-тестирование пришло в массы? Здесь, в Гомерской области. Ну, самое главное, во-первых, должны начаться продажи экспресс-тестов в аптеке. Так. Которые быстро каждый человек может пойти и сдать этот тест. Достаточно 20 минут? Да, если по крови, то 10, если по слюне, то 20 минут. Экспресс-тесты в аптечной сети платно появятся уже в середине 2017-го здесь, в Гомерской области. Ну, вообще идет речь, кажется, о мае. Вот, кажется о мае, что с мая уже готовы начать. Во время информационной кампании тесты можно будет получить бесплатно? Ну, у нас будут, естественно, мероприятия, которые связаны с информационной кампанией, где тестирование, экспресс-тестирование будет бесплатно. Вот будет у нас, например, в центрах занятости, так, там, где большое количество людей приходит за работой. Почему? Потому что среди безработных как раз это достаточно опасная группа. Они очень часто выезжают на работу в другие страны, близлежащие, где уровень ВИЧ-инфекции значительно выше. И они часто, вероятность того, что они привезут, это факты, достаточно большая. Потом в рабочих коллективах, то есть производственно, на производстве, мы будем выбирать какие-то точки. Ну, и территориально, конечно, мы будем идти по большим городам. Гомель, Светлогорск, ну, и там еще, соответственно, будут какие-то города, тоже достаточно большие районные, по типу Речица, там, вот, Мозырь, то есть, ну, тут мы будем смотреть по разным показателям. Уже известны сроки, когда ждать информационную кампанию 2017 здесь, в Гомельской области? Надеюсь, в мае мы будем здесь, так что ждите нас, и мы приедем. Сергей Вячеславович, спасибо за порцию полезной информации, и до встречи здесь, в Гомельской области. Обязательно. Благодарим. По традиции, в конце итогового выпуска новостей расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В колледже искусств имени Соколовского состоялся концерт камерного оркестра «Музыка для всех». А в областной универсальной библиотеке имени Ленина прошла очередная встреча в рамках проекта «Гомель в лицах». Наш коллега Александр Говейко встретился со школьниками и студентами. Эти мероприятия посетила и наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Она расскажет обо всем подробнее. Уходящая неделя действительно отметилась вереницей ярких культурных событий. К примеру, в картинной галерее Гавриила Харитоновича Ващенко открылась выставка оригинальных живописных работ «Сплетение души». Автор проекта художник из Санкт-Петербурга Антонина Кривичанина. Ее творчество подобно японской поэзии, когда за простым описанием открывается сложная материя. А нетривиальный взгляд на вещи, выводящий на первый план, казалось бы, второстепенные детали, делает ее работы живыми и душевными. Антонина Кривичанина – представитель современной академической школы. Она воплощает свои неординарные идеи взгляда через реалистичные формы, уделяя большое значение содержательности и тщательной передаче фактуры. В портретах талантливая художница стремится отразить только лучшие стороны своих героев и показать богатство их внутреннего мира. Пейзажи Антонина Кривичанина – это не просто отражение окружающей действительности, а воплощение мысли и ощущений через литературные и философские ассоциации. На этой неделе в средней школе номер 11 города Гомеля прошел концерт камерного хора областной филармонии, приуроченный ко Дню Великой Победы. Этот коллектив – настоящая визитная карточка нашего региона. Для школьников выдающиеся артисты исполнили классические произведения, всемирно известные композиции и, безусловно, песни военных лет, А тем временем в Гомельском государственном колледже искусств имени Соколовского состоялся большой концерт заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь, камерного оркестра, учреждения. В его составе лауреаты республиканских и международных конкурсов, стипендиаты специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи. Музыканты представили произведения разных эпох и жанров, исключительно в живом исполнении. На уходящей неделе в областной универсальной библиотеке имени Ленина состоялась очередная встреча в рамках культурно-информационного проекта «Гомель в лицах». На этот раз на нее пригласили нашего коллегу, ведущего ток-шоу «Главная тема» Александра Гавейко. Он член Белорусского союза журналистов, автор ведущий ряда программ телерадиокомпании «Гомель», трижды призер и победитель национальной телевизионной премии «Телевершина». Во время встречи с молодежью Александр рассказал о своем творческом пути и ответил на вопросы присутствующих. А в Гомельском государственном театре «Кукол» состоялась премьера спектакля «Тим Таллер» или «Проданный смех» по одноименной сказке известного немецкого детского писателя и поэта Джеймса Крюса. В центре произведения маленький мальчик, обладающий выразительным смехом. Однажды он заключает сделку с дьяволом, которая едва не стоила тему жизни. Спектакль рассчитан на детей среднего школьного возраста и призывает их задуматься над тем, что искренняя счастливая улыбка дороже даже самых больших денег. Следующая неделя обещает быть не менее запоминающейся. В Гомельском областном драматическом театре состоится премьера спектакля «Чума» по мотивам пьесы Якуба Колоса «Антоси Лата». Зрители увидят трагикомедию о человеческих слабостях, которые ведут к гибели личности. А в Мозыре пройдет рок-концерт молодежных коллективов. В программе мероприятия как их авторские композиции, так и ковер-версии на известные хиты мировых рок-групп. Следите за культурными событиями региона вместе с нами и будьте в курсе всего самого интересного. Обзор подготовили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших 7 дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова